Владимир Жиральд Дмитрий Дебуа Небуаи. Вот так на самом деле его зовут. Человека, которого вы все знаете под именем Владимир Познер. Обожаю вопрос. Как вы думаете, почему молчит Познер? Господь всемогущий, отчего вы от него ждали-то? Оппозиционный политик Илья Яшин в начале июня, то есть еще до своей посадки, написал у себя в твиттере. Встретил в театре на Бронной Владимира Познера. Диалог был лаконичным. Владимир Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против войны. Ждите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова За столом сидят профессиональные люди. Меня зовут Познер, Владимир Владимирович. Я бы хотел начать просто с самого первого для меня вопроса. Не имею в виду выборы в Государственную Думу 19 декабря 1999 года и последующие президентские выборы. И вопрос такой. Имеет ли право журналист показывать только ту сторону, которая ему нравится. И не давать зрителю возможность услышать другую точку зрения. Вот первый вопрос, который я хотел бы поставить перед вами. И кто хочет первым начать этот разговор. Пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Киселев. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами. Потому что часто это просто агитаторы. Владимир Познерх родился 1 апреля 1934 года в Париже. Ее отец-эмигрант из России бежал в 22-м. Мать француженка Жеральдин Лютен. Вот под именем Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуа-Ие был крещен в католической вере в Париже. Семья поначалу жила на две страны. Франция, Штаты. Отец Познера, Владимир Александрович, в 43-м году получил гражданство СССР. Да, он сотрудничал с советской разведкой. И при этом был начальником советского же сектора отдела кино военного департамента США. В 52-м году Познеры переехали в Москву. Еще Сталин был жив. Сын Владимир окончил биологопочвенный факультет МГУ. Где у него были неприятности на почве еврейского происхождения. Но утряслось. Как позже утрясалось в его жизни многое. В 61-м году на основе советского информбюро было организовано агентство печати новости. То же самое, что сейчас Russia Today. И навещание, короче говоря. Советская пропаганда на импортных языках. Из года основания этого самого навещания там начал трудиться Владимир Владимирович Познер. Он же не бои. Карьера шла в гору. В 70-е Познер секретарь порткома в комитете по телевидению и радиовещанию СССР. И одновременно главный эксперт по Советскому Союзу для иностранцев. В том смысле, что он становится постоянным гостем американских телешоу. И представьте себе импозантный, обаятельный. Владимир вызывает доверие у западного зрителя. И что он там на вражеских каналах себе позволял. Например, комментировал ввод советских войск в Афганистан. Прямо скажем. Объяснял необходимость и восторг. А в 83-м рассказывал, как было сильно нужно сбить мирный южнокорейский Боинг над Сахалином. Вместе с тем, что у нас есть, что это был самолет, что это трагедия для тех людей, которые погибли и опросили, которые оказались спешками. Очень страшно играли. Естественно, советский пассажирский самолет. В течение четырех часов проникто на минуту 457-ми. Пролетая перед активно, классными, американскими, оборудованными пунктами, не отвечал на американские сигналы и не садился при том, с американских военных самолетами. Китайский, его принудили здесь. Игнорировал все сигналы. Естественно, в контакт. В Советский Союзе не принадлежал в Соединенные Штаты, что это пассажирский самолет. Были никогда не поняли, что наш самолет погибли точно так же. Потом началась перестройка. И все перестроились. Ну и поздор тоже. К тому же у него был неоценимый телевизионный опыт. И в то же время супер достижение. Знание иностранных языков. Начались телемосты. Бешеный успех. Друг Фил. Американский коллега Познера. Фил Донахью. И друг Володя. Свой. И для чужих тоже. Владимир, для меня большая честь приветствовать вас в Бостоне, штат Массачусетс. Да, вот видите, вот они похожи на нас. Они думают то же самое, что мы ужасно похожи на них. Мне показалось, что наши американские собеседницы знают очень мало истинной правды о нас. И мне бы хотелось, чтобы наши встречи были чаще, чтобы мы получали информацию, что называется, из первых рук. Чтобы не было всех этих сплетен, которые раздуваются вокруг нашей страны. Новую эру Познера скучно рассказывать. Ну, первый канал. Ну, кино про плохую Германию. Миленькую Италию. Странненькую Англию. Ну и так далее по стереотипам. Владимир Владимирович открыл школу телевизионного мастерства на Малой Дмитровке в историческом здании. Ну, мастеров это не прибавило, но прибавило скандалов вокруг уничтожения памятников архитектуры. Тут давайте чуть подробнее. В 2007 году на площади Курского вокзала был билборд. А на нем социальная реклама с участием В.В. Познера. Я люблю Москву, которой почти больше нет. Тихую, старую, со скрипом снега под ногами. Так вот, сверху появилась наклейка следующего содержания. Пи***ь! Не мешки ворочить, Володенька. Дом номер 20 по Малой Дмитровке. Хульганы намекали на варварскую реконструкцию здания, которые власти выделили под школу телевизионного мастерства. А теперь предполагаемый вопрос от некоторых наших зрителей. Зачем такая малоуспешная злобная стерва рассказывает гадости про такого замечательного и знаменитого Познера? Он же хороший. Ты не буду спорить. Он же сам сказал, что лошадиная задница будет популярной, если ее показывать по Первому каналу. Ну и вот. И последнее. Все это лишь известные мне факты и ясное дело всей правды о Познере мы не узнаем никогда. Но вопрос о том, почему Владимир Владимирович никак не реагирует на спецоперацию, у меня лично не возникает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok